С вами Александр Инковский, программа «Что происходит?». Ну вот точно, эта неделя войдет в историю, ну, по крайней мере, 2016 года, как неделя, как офшорная или панамская неделя. Но дело в том, что именно 3 апреля 2016 года были обнародованы данные результатов журналистского расследования Международного консорциума журналистов-расследователей. Выяснилось, что достаточно большое количество политиков, как в Европе, так и на других континентах и в других частях света, пользуются услугами офшоров. И не только политики, но также известные певцы, актеры, музыканты, спортсмены. В общем, все, у кого есть деньги. О том, что вскрыло это журналистское расследование, как это связано с Украиной и как это связано с другими странами. Мы будем говорить с Сергеем Фурсой, инфестиционным банкиром. Здравствуйте, Сергей. Но вот первая, на мой взгляд, самая яркая реакция, это реакция пресс-секретаря господина Пескова, которая была... Вот мне запомнились первые слова. Он сказал, что все это путинофобия, вот этот вот, да, как бы журналистское расследование. И оно все сделано было для того, чтобы очернить Владимира Владимировича Путина. Хотя вот, честно говоря, я посмотрел ни в одном документе, просто там нет, ну, каких-то документов, которые бы компрометировали Путина. Ну, если мы говорим просто, что там есть Ралдугин или как его там, Радулгин, который является крестным отцом дочки Путина, то это очень прямая связь. А поскольку игрой на велончели все-таки нигде в мире пока 2 миллиарда долларов не зарабатывают. В России, оказывается, зарабатывают. Да, да, да. Это только в России так любят классическую музыку. Почему для нас это важно? Потому что вот нас смотрят крымчане. Если смотреть просто крымский телевизор и там российские телеканалы, там этому конфликту было только пока указано, ну, были, демонстрировались слова Пескова, демонстрировалось само, значит, небольшое было выступление Путина, где он говорил, что, ну, Ралдугин, он, все эти деньги заработанные, да, он просто тратит на приобретение музыкальных инструментов и навоз их дальнейшее потом, ну, в Российскую Федерацию. А так вообще он талантливый музыкант, и он, Владимир Путин сказал, ну, извините, но на минуточку народный артист России. Ну, вот на минуточку. Поэтому очень важно, но много внимания уделялось, в том числе в российских средствах массовой информации, было такое впечатление, что вот именно этому посвящено все исследование. Офшором, офшорным компаниям или офшорной компанией, которая была зарегистрирована на имя президента Порошенко, на имя президента Украины Петра Порошенко. Значит, я, прежде чем вот от вас услышу коментарий, я хочу просто, чтобы мы посмотрели материал наших коллег из медиа Deutsche Welle, которые сконцентрировались вообще на политических последствиях. Они собрали сделать такой небольшой анализ политических последствий по всему миру. Давайте посмотрим. Премьер-міністр Исландии – перший політик високого рангу, під яким захиталось кресло за наслідками офшорного скандалу. Панамський досьє спричинили вихід тисяч людей на вулиці Рикявіка, які вимагали складення повноважень з Ігміндором Давидом Гюнликсоном. Згодом політик заявив про відставку. Однак уже у середу у канцелярії глави ісландського уряду пояснили, премьер відійшов від справ лише тимчасово, на час перевірки. Прості ісландці спантеличені. На мою думку, нині ніхто не має контролю над ситуацією. Усе заплутано. Тому що прем'єр каже, що відмовляється від повноважень, а потім, що лише тимчасово. Він та президент суперечать один одному. І це абсурд. Як на мене, ця прикра ситуація вимагає якнайшвидшого врегулювання, тому що до країни прикуто міжнародну увагу. А це дуже неприємно. У Німеччині розслідування офшорного скандалу набирає обертів. Федеральне відомство з нагляду за фінансовим сектором вже почало ставити питання окремим банкам. У панамських документах згадувалося 28 фінансових установ Німеччини, в тому числі Дойчий банк і Комерсбанк. Як повідомляло видання ZOO Deutsche Zeitung, офшор використовували тисячі німців. Натомість Франція після публікації панамських досьє вирішила повернути Панаму до чорного списку офшорних зон. Панама у відповідь пригрозила Парижу. Якщо країни таку внесуть до чорного списку, можуть, зокрема, заблокувати інвестиції з Франції або не допускати її компанії до тендерів. Загалом у панамських документах фігурують політики з 50 країн світу, включаючи чинних та колишніх голів держав. Скандал спричинив резонанс і у світовому спорті. Фігурантом панамських документів став новий президент FIFA Джанні Інфантіно. За даними журналістів, він причетний до фінансових операцій через панамські офшори і мав справи з учасниками корупційного скандалу у FIFA. Сам Інфантіно усі звинувачення відкидає. Ну а в Україні, конечно же, більше внимание, там был не только фигурировал в этом журналистському расследований, не только Петр Порошенко, но, конечно же, внимание украинского политикума і украинських медіа було більше, конечно, приковано к фамилии Петра Порошенко в цьому скандалі. Значит, вот Сергей, скажіть, пожалуйста, в чому обвиняється Петр Порошенко? Ну, сложно понять, в чому. На самом деле Петр Порошенко в данному конкретному случае жутко невезучий. Потому что, ну вот, то, что мы увидели в этих документах, с одной стороны, есть Інфантино, где нелегальные операции через офшорные счета. Через офшорные счета. Это Петр Порошенко, извините? Нет, 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 для сравнения. Інфантино, который сейчас глава FIFA, он там получает проводки, финансовые, нелегальные операции, сразу статья. У Путина там кошмар, кошмар, какая статья, потому что там используются госбанки, которые, с помощью которых отмываются кучу денег. У Петра Порошенко зарегистрирована компания, про которую так все знали. На самом деле, если бы спросили, вот, за неделю до скандала, есть ли офшор у Петра Порошенко? Да, конечно, есть. Ну, то есть, ни у кого, ни у одного большого бизнеса в Украине нет отсутствия офшора. Ну, у всех есть офшоры, короче говоря. Все так организовано. Вот эта структура, которая выставлена, BVI, Голландия, Кипр, она стандартна. Если вы посмотрите, там, Метинвест, Мироновский хлебопродукт, так или иначе, все они выставлены по такой структуре. И везде материнская компания официальная голландская. Скажите, пожалуйста, с чем это связано, что практически весь большой бизнес, у него собственность, она является где-то зарегистрирована в офшорных компаниях. Это связано либо с нежеланием уплаты налогов, либо с, ну, чем еще может быть связано? Ну, во-первых, нежелание общаться с украинской судебной системой. Это основной риск, который есть, и дабы избежать рейдерства и чего угодно, есть чистая голландская юрисдикция. Отсутствие гарантии права собственности. Да, да, это ключевая проблема. Ну, и, конечно, налогообложение тоже не надо отметать. На самом деле, во всем мире офшоры используются всеми компаниями, такими как Google, например, и так далее, для оптимизации налогообложения. Это уголовно наказуемое преступление? Нет. Ну, если это не нарушает определенные вещи, судя по всему, то, что оно есть у нас, оно легальное и не нарушает, то это не уголовно наказуемое. Если мы говорим просто вот про саму, про саму эту компанию Петра Порошенко, да, про эту офшорную компанию, там о каких деньгах идет речь? То, что мы видим сейчас, что офшорка была создана, но туда не были перечислены даже акции Рошен. То есть, ноль. Денег ноль – это чисто структура под корпорацию Рошен. И, насколько, опять же, из документов видно, операция там не проводилась. Это, может быть, мы не... Но корпорация Рошен на сегодняшний день формально принадлежит вот этой голландской фирме, где... Ну, она, по идее, должна была принадлежать, но судя по тому, как уже проверили и сказали, что это отыгралось, и теперь она в слепом трасте у Ротшильдов, и формально управляют ее Ротшильдом. Ротшильдом. Хорошо, давайте так. Значит, Петр Порошенко написал, был на его странице в Фейсбуке. Было вначале первое, это как бы была реакция по поводу того, что юристы ответят на все вопросы. Тем не менее, во время своего визита в Японию, Петр Порошенко, президент Украины, все-таки ему пришлось сделать такое заявление по поводу этого офшорного, такого панамского скандала. Пожалуйста, прямая речь, президент Украины. Є різниця випадків у Росії, Исландии и иншому світі. У нас це не робилося таємно, і не для мінімізації податків. Єдиною метою було відділити бізнес президента Украины від будь-якого політичного впливу. Це нормальна практика, але якщо ви хочете розслідувати, то будь ласка. Але там немає ні прихованих рахунків, ні повязаного з ними управління, нічого. Ну, от Порошенко говорить, що офшори эти були созданы именно для передачи корпорации Рошен Ротшильдам, причем эти условия непосредственно диктовались самой компанией Ротшильдов. Ну, ми не знаємо, диктовав Ротшильд или не диктовав. Вполне возможно, що це стандартна просто, опять же, схема владения українським бізнесом. І поскольку не треба придумати, що там Ротшильд что-то видумують. У них є модель, вони її приносять, кажуть, вот так, пожалуйста, нам нарисуйте. Рисовали так і не рисовали, ми не знаємо. Але вполне, це об'яснення, яке похоже на правду. Хорошо, але смотрий, Сергей, тоді получается так, що Порошенко також анонсував боротьбу з офшорами в Україні. С одной стороны, він є владельцем офшорной компанії, с другой стороны, будемо бороться з офшорами. Ну, це загадка. Я логику не вижу какую-то. В принципі, немає понимання, що таке діофшоризація, це пресловуто, і як це буде виглядати. На самом деле, є... Кстати, в избирательній програмі блока Петра Порошенко там написано четко, да, ми будемо бороться з офшорами. Ну, бороться з коммуністською партиєю под її руководством. На самом деле, ключевые моменты для борьбы з офшорами, которые есть, это либералізация валютной системи України. Потому що отчасти все, що відбувається, у нас слишком зареглюрована система. І так багато ограничений, винуждает людей йти через офшори, через якісь леві ходи. Це больша проблема. Це, в принципі, проблема для інвестиційного климата. І одна із сторон, відбувається таких множество офшоров. Друга проблема, це налоговая даже не система, як ставки. Потому що, якими б не були ставки, завжди бізнес буде хотіти їх мінімизувати. Це по-определению. Соответственно, завжди будуть стремитися каким-то образом уменьши налоги. А работа самої налогової служби, от которой хочеться подальше держатися. Ну, і, конечно, судебна реформа. Вот це ключеві речі, які є предметом для розговору. Тому що є проблема офшори, але немає проблеми «давати ще чого-то запретим». Все рано не можна запрещати, коли є естественна потребності, і весь бизнес, абсолютно весь, вислюється цей схемою. Соответственно, треба буде создавати услови, при которых це буде не таким масовим явлением, і в которых можна буде существувати при інших схемах. Хорошо, давайте так. У мене є ще три вопроса к вам от інтернет-издань «Обозреватель», в которой наша програма тоже буде там проанонсирована, розміщена на этом очень популярному украинському сайте. Значит, означає ли вот эта борьба с офшорами, що нас ждет какое-то кардинальне изменення законодательства? Ну, ми понятия не маємо, що нас ждет. Гадаємо просто, да? Да, і, скоріше всього, нас нічого не буде ждати. То есть, каких-то радикальних перемен этому украинскому бізнесу ця діавшоризація не принесет? Ми ще не знаємо, що це. І це явно придумано на коленці. Нужно якось відповідати на цей вопрос, а давайте возглавимо діавшоризацію, если нельзя побить революцію, надо її возглавити. Поэтому плана нету, да? І говорить, какой он, коли його ще немає, це ні о чому. А скажіть, пожалуйста, то есть, якщо овшоризація, овшори – це сниження налогів, і какая-никакая гарантия права собственности, то може ли Україна, вот горячі голови говорят, а давайте вообще в Україні снизят налоги, і ми самі станем таким большим овшором, і к нам все придуться. І є ли такі можливості у України, стати такою овшорною гаваню? Нет, тому що, щоб стати овшорною гаваню, треба мати дуже мало собственних граждан, котрим потрібно платити пенсії і так далі. Тому Україна не тот случай. Овшор – це маленьке таке, куди приходять со всього міра, і бізнес містний практично не важен в данний момент. Тому в Панамі там нет особого своєго бізнесу. Ну, смотри, 10... Украина не случай овшорів, ми не можемо. Не може, да? Ну, смотри, допустим, вот как наши коллеги с Радио Свобода, они сделали такое небольшое исследование, по їх данным, вот топ-10 вони составили налоговых гаваней, на первом місці Швейцарія, как ни странно. А вот объясните, пожалуйста, вроде бы не бедна страна, і граждан там тоже немало. Швейцарія совершенно другое. Что такое овшор, про те, к которому доверяют. У Швейцарії є безусловне доверие. К Україну ніхто не придет, открывайся здесь, потому что здесь нет доверия. А швейцарские, швейцарские банки, і так далі, це центр мирової фінансової системи в якій-то мере. Соответственно, Швейцарія в определенних там своїх кантонах може позволити себе такі речі. Це просто добавляє клиентів банковської системи, не отнимає особливо от швейцарців доходів. То є овшор – це низкість налоги, в першу чергу, да? Це багато речі, але низкі налоги, в першу чергу. В першу чергу, да? Вот Гонконг, я так понимаю, ну, понятно, да, тут же особая економічна зона, громадний Китай, є маленький Гонконг. Але що для мене непонятно, це США на третєм місці. Як США можуть бути овшором? Я не знаю, як вони можуть. Але в США є определенні юрисдикції, які є овшорами. В той же штаті Невада нет налогів. Или Делавер, є известний штат, який є овшором. Фактично, це вони себе создали внутри гавни, щоб там не ходили далеко. Так, хто нам мешаєть, не знаю, зробити з Борщагівки чи Троєщин і зробити овшор? Коли ми зробили в свободну економічну зону в Донецьк, у нас там куриці оттуда все імпортировались вдруг внезапно. Вот це буде то же саме. В українському случае, коли у нас нет рабочей судової системи, прокуратура і так далі, торжества права, це все не работает, це все не наш вариант. К сожалению. Хорошо. Давайте тогда так. То есть в любом случае, будуть у нас более низкі налоги, более высокі налоги, нас це не спасет от овшоров. Нет, не спасет. Так, значит, як розказували в российських средствах массової інформации, вони говорили, що цей скандал овшорний, він в якій-то степені повлияв на результаты, не овшорний скандал, панам, скандал з цими панамськими документами, він в якій-то степені повлияв і на результаты референдума, консультативного референдума, который проводили 6 апреля 2016 года в Нидерландах. На этом референдуме граждан этой страны спрашивали, да, вони выступають за или против соглашения об ассоциации, подписання соглашения об ассоциации Украины-Европейского союза. Значит, предварительные данные у нас такие, явка 32%, 61% избирателей проголосовали против соглашения, 38% проголосовали за соглашение, подписання соглашения между Украиной и Евросоюзом, ну точнее за ретификацию, то, что Голландия признает, Нидерланды признают. Как вы считаете, почему такие результаты? Этот референдум вообще не имеет никакого отношения к Украине, на самом деле. Этот референдум был организован голландскими евроскептиками. Мы знаем, что сейчас очень сильное течение в Европе, вот эта сепаратистская в рамках Евросоюза, там, где люди недовольны. Экономическая ситуация, ну кризис пришел, надо кого-то винить, всегда винят чего-то другое, вот винят чужих. То есть мы съели их сало, да? Да, да, да. И много других вопросов. Для того, чтобы как-то атаковать Брюссель, нужен повод. Повод был выбран Украина. Давайте, причем, что такое ассоциация? Это зона свободной торговли, правильно? То есть из-за зоны свободной торговли проводить референдум голландцев, которые, большая часть голландцев вообще не в курсе, что такое Украина, и где она находится. Поэтому это, как на выборах Европарламента, так и тут вот этот маленький процент явки, 30 процентов, это наиболее активная часть, которая в основном представлена правыми силами, которые, если мы видим там, на Европарламент, когда в Европе голосуют, там куча фриков проходит. Потому что глобальный интерес к этой затее небольшой. И ходят только такие, очень-очень радикальные товарищи, которые хотят высказать свою позицию, а позиция у них против Европы. И они голосуют на Европарламенте, и вот тут они тоже голосовали. Поэтому это ничего не имеет общего. Хорошо. Но давайте мы сейчас посмотрим вообще мнение самих участников этого плебисцита, почему они так проголосовали. Прикро, что не дали належного розъяснения про те, який сенс все это мае. Тому логично, что я проголосував НІ. Потому что я никогда не отримывал информации про то, что реально происходит. Поэтому мой голос не относится особо украины. Я голосовала против вчора, тож я не поддерживаю асоциацію. Вы хотите знать, почему? Потому что я думаю, что ситуация на рынке праці и поводжения с тваринами в Украине не на том же уровне, как тут. И я не очень верю, что мы можем сделать вещи кращими там, и с такой торговлей угодой. Отверто скажу, что я немного потеряла довіру. У референдуме не было необходимости. Это смешно, очень дорого. Это посмехово, поэтому я не голосовала. Но я за торговлю угоду. Нидерландцы, жители этой республики, ой, извините, это же не республика, это монархия, проголосовали вот против того, чтобы Украина подписывала это самое соглашение, ратифицировала соглашение с Европейским Союзом, чтобы не вступило оно в действие. На ваш взгляд, вот теперь какие есть основания у Европейской комиссии для пересмотра соглашения об ассоциации с Европейской комиссией? Никаких. Украина европейская комиссия. Это невозможно, и пересмотревать не будет. Они должны будут как-то решить внутреннюю проблему между Брюсселем, Амстердамом, а внутри Брюсселя, потому что им надо дать какой-то ответ на этот вопрос. Пересмотреть невозможно. Если мы вспомним, когда-то, когда это соглашение только должно было подписано быть еще и Януковичем, он же предлагал, давайте подпишем только экономическую часть, не будем политическую подписывать. И ему сказали, нет-нет-нет, дорогой, оно все едино, и нельзя ничего развивать, вообще ничего, запятую ставить нельзя. Вот то же самое сейчас и позиция Украины. И мы говорим, до свидания, решайте внутри свои проблемы сами. И мы абсолютно правы в данном случае, и поэтому никаких последствий для Украины это решение иметь не будет. Оно будет действительно вызвать много проблем в Брюсселе, как бюрократически это обойти, потому что голландские политики обязаны реагировать хоть как-то. Ну, премьер-министр Нидерландов, он сказал, что я теперь, вот мое мнение, что я должен теперь выступать против подписания, ну, потому что так сказал народ, да? Ну, да, ну, вот он должен, а может быть не должен, и вообще от него ничего не требуется, на самом деле, потому что их парламент уже, у нас пока временное применение этого соглашения действует, и для нас не надо, чтобы что-то Голландия сейчас делала, да? Хорошо, а вот какие будут, такой вопрос, какие будут экономические последствия вот такого решения? Никакого, вообще никаких. Вообще никаких последствий. То есть, как работали, так и работаем? Да. Да, хорошо. Смотрите, значит, у нас, даже на фоне вот такого, там, как бы, евроскептических таких результатов, в принципе, что-то происходит с гривной, да? То есть, она укрепляется, да? Да, гривна укрепляется. И новых транш от МВФ Украина не получает, а гривна все равно укрепляется. И новых сигналов от Европейского Союза не получаем, да, вот от каких-то позитивных, а гривна все равно укрепляется. Что происходит? Цены на металл и цены на руду, если мы посмотрим, там существенный рост за последний месяц цены на металл, слябы, например, с 230 до 310 выросли цена. Это на сколько процентов? Примизительно. Это на процентов 50, даже чуть больше. Круто. Это очень существенно. Оно просто упало там в 5 раз, да, а потом отросло. То есть, если глобально смотреть, что вот последние там с сытыми временами 5 лет назад у нас, все, конечно, плохо. Глобально очень плохо, да? Да, но вот эту вот разницу, это мы сравниваем с гривной там в декабре, да, и гривна сейчас. Рост существенный, и мы увидим, что участники рынка, например, отмечают, что валюты много приходят от банка Пумп. Банк Пумп – это металлургия, соответственно, это экспорт. И плюс вторая часть, то, что мы сейчас видим, это возобновление транзита через Россию в Азию, в Китай, в среднеазиатские страны. Это большая доля нашего экспорта, и она была заблокирована в январе. Соответственно, там мы недополучали доллар, и это давило на гривну. Сейчас это открылось, и может быть, даже догоняющий является экспорт какой-то. И, соответственно, плюс вот тут поддержка. Вот эти два фактора определили то, что гривна укрепляется сейчас. Ну, и насколько я смотрю, до заявления есть уже Национального банка Украины о том, что Национальный банк даже выкупает некоторое количество долларов. Вчера была рекордная скупка, если мы так сказать, 147 миллионов долларов купили. Это очень много. Это рекордная скупка за какой период? За всегда. Ну, за всегда, за последнюю эру. Давайте, мы там не знаем, за последние два года. Да, за последние годы, потому что когда-то там аукционы проводились, может быть, и по-другому, и там другой рынок был. Для сегодняшнего состояния рынка это абсолютный рекорд. А если бы Национальный банк не купил бы такое количество валюты на 147 миллионов долларов, если бы не купил бы такое количество долларов, еще бы укрепилось сильнее гривна? Это было бы плохо уже для украинской экономики? Это была бы волатильность курса всегда плохо. Задача Центрального банка как в одну, так и в другую сторону сглаживать вот такие колебания. Потому что это может быть эпизодическое решение, мы получим, например, 24, потом опять 26. То есть означает ли это, что где-то Национальный банк сейчас будет держаться за курс 1 к 26? Национальный банк не держится за курс. Национальный банк сглаживает колебания. Поэтому если есть тренд на укрепление гривен, тренд будет, но он будет плавный и не будет такого резких скачков. Это происходит как в одну, так и в другую сторону. Понятно. Но я к тому говорю, да, то есть вот сейчас приблизи, на ближайшую, если на ближайшую перспективу, то есть 1 к 26, да, где-то? Или будет дальше еще укрепление? Давай 25-26 вот так пока смотрим. Если будет дальнейшее продолжается, есть предпосылки для дальнейшего роста цены на сырье, которое Украина поставляет за рубеж? Ну, опять же, мы сейчас здесь можем говорить все, что угодно. Там можно сказать, только что дно пройдено, а как будет идти цена, это зависит от ситуации в Китае прежде всего и прогнозировать, как будет ситуация в Китае, потому что Китай станет игрок на этом рынке. Будут они как-то стимулирование программы запускать не будут, у них там свои проблемы. Соответственно, сейчас мы, наверное, можем предположить, что сильных падений на этом рынке не будет уже в ближайшее время и, наверное, где-то на этом уровне цена устаканится, потому что глобальный вот тот вот суперцикл, который был рост сырьевого, он прошел, его не будет. То есть цена не вернется так, тысячи долларов не будет. Но вот где оно тут будет колебаться, там 300-350 или там 350-250, сейчас сказать, ну, безответственно, об этом не менее. Понятно, то есть вот ближайшая перспектива, что есть, да, предпосылки для роста, небольшого, да, совсем? Да, да, пока что. Хорошо. Значит, на этой неделе также премьер-министр Украины Арсений Ценюк выступил с инициативой запретить поставки нефтепродуктов из Российской Федерации. Это каким образом может сказаться на рынок Украины? Ну, наверное, никаким, потому что если мы берем откуда-то импортную, ну, окей, мы будем, знаете, брать не из России, откуда-то из Европы. Просто специалисты по нефтепродуктам говорят, что все-таки, как правило, большинство нефтепродуктов, оно производится там из российской нефти или нет? Большинство нефтепродуктов, в принципе, импортируется. Наши заводы практически не работают. Не работают. Поэтому откуда там придет анефть, ее не так много приходит. Нет, нет, имеется в виду, что российская нефть заходит там на предприятия той же самой Беларуси. А это все равно уже будут белорусские нефтепродукты, а не российские. Понятно. То есть вы не думаете, что это каким-то образом скажется там на... Это хороший пиар-ход, но не больше. Ну хорошо. Значит, тогда давайте еще один вопрос у меня есть. Значит, на следующей неделе президент Порошенко пообещал разрешение политического кризиса в Украине. Ну я не знаю, ну вот пообещал уже. Уже не раз обещал. Не раз обещал, но вот еще раз пообещал. Пообещал на этот раз, что будет объявлена новая коалиция, состав нового Кабмина и может быть даже новый генпрокурор мы все это получим. Вот как... Я не буду вас спрашивать, будет это на самом деле или нет. Но вот как вот эти обещания или вообще вот премьериада там, да, спекериада там, переформатирование, как все это влияет на бизнес? Безусловно, негативно, потому что это порождает неопределенность. Неопределенность для бизнеса всегда плохо. А эта неопределенность длится уже месяца два, да, причем так, она же затрагивает не просто, если бог с ним, как зовут премьера, да, это минимально. Но сюда привязывается программа МВФ и даже в принципе там стратегия развития государства. Соответственно, это большая неопределенность и она плохо сказывается на бизнесе. И она достигла уже какой-то абсурдности какой-то, что любое разрешение будет осуществить это позитивно. Не важно там, станет Яценюк, станет Гройсман или станет Яресико, поскольку нам же господин Луценко, которого проще как раз генпрокурором, недавно выходил и говорил, что две фракции вообще за технократическое правительство, но маленькие не дают. А теперь вроде маленькие уже не при делах. И соответственно, все дают. И тут же надо опять, может быть вернуться. Понятно, что причины не ставите Яресико у них совершенно другие, но озвученные причины были вот именно такими. И сейчас можно задавать вопросы резонные, потому что, ребята, а как-то вы же обещали. Для бизнеса, когда это закончится, будет хорошо. Вопрос в том, что, конечно, может закончиться хорошо, плохо или нейтрально, это другое дело. Но сам факт завершения этого всего, это будет уже хорошо. На ваш взгляд, вот если есть какие-то надежды у бизнеса, я понимаю, что главная надежда это просто, чтобы была какая-то стабильность для бизнеса, чтобы не было каких-то резких телодвижений, изменений. Но, тем не менее, есть ли у бизнеса какие-то надежды на состав нового правительства или на действия нового правительства, которые могут радикально каким-то образом улучшить экономическую бизнес-климат в Украине? Ну, смотрите, чтобы объективно и субъективно можно быть персонально, но как реагируют котировки еврооблигаций? Когда объявили, что будет Наталья Яречко, цена сильно выросла. Когда сказали, что нет, наверное, Гройсман, цена упала. Вот индикатор. Но это котировки европейского бизнеса? Да. Ну, то есть, это надежды, которые связывают европейский бизнес, приходить, не приходить, это же не приходить, это долг Украины, как торгуются. Это оценка будущего развития Украины, платежеспособности Украины в будущем. Платежеспособности, но не обязательно развития. И развитие. Ну, на самом деле, вот это вот котировки наших еврооблигаций, они отражают взгляд иностранного инвестора на любую страну. Если там в Габоне 5%, в Украине 10%. Вот мы в два раза опаснее Габона. Это на полном серьезе вы сейчас говорите, да? Ну, вот замечательно. Хорошо, спасибо. Геффурса, инвестиционный банкер был гостем нашей студии сегодня. Напомню, мы сегодня много о чем успели поговорить, да, и про офшоры, и про референдум, и даже о том, как бизнес влияет, как назначение или не назначение премьера, там, спикера и так далее влияет на украинский бизнес, а, собственно говоря, и на каждого из нас с вами. Потому что бизнес, это не просто, что не какой-то буржуй, который зарабатывает деньги только себе, он создает еще и рабочие места для каждого из нас с вами. Оставайтесь с нами на канале Черноморская телерадиокомпания и смотрите каждый день программу «Что происходит».